Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Девочки, очень извиняюсь, я как всегда была приболевшая, немножко простужена, но решила в этот раз, что нужно прям отлежаться, отсидеться дома и потом уже, потом уже все остальное. В общем, влог сегодня будет немножко обо всем. Вот, болела я, как всегда, всякая простуда. Знаете, надоело уже это все. Лично мне надоело очень. Вот, сейчас я вам хочу показать, я тут себе, кто меня смотрит давно, тут помнит, что в прошлом году, всю прошлую зиму, всю прошлую зиму я выкладывала алмазную мозаику. В этом году я решила, я, кстати, тогда говорила, что я хочу выложить так же, сделать фотографию своих детей и сделать так же такую же мозаику. Кто помнит ее, я вам ее сейчас покажу. Вот алмазная мозаика, которую я выкладывала в прошлом году. Это мозаика марки Кубрикс. И кто спрашивал у меня про клей, вот я оформила, помните, я тоже, по-моему, на Вальберис заказывала вот эту рамочку. И у меня вот такая вот классная, классная я вот такая вот. Вот, ну я показывала уже и готовую работу, и как я делала. В общем, я, кстати, точно такую же мозаику дарила одной своей знакомой. И она сделала фото своей собачки. Вот кто, кстати, хочет, у кого есть домашний любимец, можно так же, можно все что угодно. Можно просто какую-то картину, можно какую-то фотографию. Я себе заказала вторую такую. Вот, Кубрикс, вот эти вот. Мне очень нравится тем, что вообще это классная вещь на подарок, потому что вы получаете готовый набор. Здесь уже будет все, что необходимо для того, чтобы сделать вот такую мозаику, вот такую красоту. Посмотрите, вот. И человек, просто получая ее, если он увлекается такими вещами, да, какими-то рукоделием и так далее, просто загружает туда все, что он хочет. Детей, себя, родственников, близких, домашних питомцев, да просто любую картинку, которая ему нравится, можно сделать вот такую вот. Можно выбрать различные эффекты. Это у меня черно-белая, видите? Ну, получается, да, такая черно-белая фотография. Я в этот раз выбрала с большим количеством цветов. Здесь семь цветов вот такие вот. Я вам сейчас покажу все, что было в составе. Ну, и давайте я вам покажу, что содержалось в самой мозаике. Вот, я в прошлом году показывала, но покажу еще раз вместе со своими помощниками. Я без них вообще никуда. И выкладываю мозаику я тоже вместе с ними. Так что да. Здесь есть полная инструкция, как ее использовать. Все очень понятно, все, каждый справится абсолютно с тем, как загрузить фотографию, как сделать. В общем, все, все подробно написано. Значит, идут вот такие стразы в этот раз. То есть, прошлую мозаику вы видели, да, я показывала, она в таких черно-белых тонах. И здесь уже она такая более цветная. Сама вот эта палочка, которую выкладывать, которая очень нравится моему коту. Он ее постоянно у меня, ее утаскивает куда-то. Лоток, куда складывать эти стразы. Ну, конечно же, сами стразы тоже идут все в комплекте. Вот такие цвета. И идут такие пакетики с защелкой, в которых можно, ну, соответственно, вы переспаете эти стразы, чтобы у вас они не потерялись, не рассыпались и так далее. Цвета, кстати, очень прикольные. Сами стразы все ровные. Они выкладываются, они ровно. То есть, у меня еще не было такого, что попались какие-то там неровные края, чтобы были. Или что-то в этом духе и было неудобно. И вот сама клеевая основа, которая разделена на 70, ну, в моем случае, да, 72 квадрата. С пленочкой. Вы пленочку отодвигаете и начинаете, соответственно, выкладывать. И здесь тоже идет инструкция по сборке алмазной мозаики. То есть, все очень подробно и понятно. Мои помощники, как всегда, вместе со мной. Давайте покажу фотографию. Я загружала фотографию своего сыночка, как я уже сказала. Нужно сделать фотографию, чтобы лицо было достаточно близко. Когда вы загружаете эту фотографию, на самом сайте вы уже сможете это сделать. Ну и, соответственно, здесь можно всякие эффекты для фотографии выбрать. И уже, соответственно, вам придет на электронную почту инструкция по сборке вашей фотографии, которую вы загрузили. Вот такая вот она получается. Ну, у меня черно-белый принтер, поэтому вот так вот. И, соответственно, вот каждая клеточка соответствует... То есть, я лично выкладываю вот прям по клеточке, начиная с первой и до последней. Вот муж мне распечатал как раз здесь. И начинаю выкладывать очень удобно, очень понятно, быстро. В общем, супер. Я уже, естественно, начала ее выкладывать. Но я делаю это очень медленно, не потому что сложно делать, нет. Про клей я сказала, да. Видите, все хорошо держится. То есть, нигде ничего не отпало. У меня в фотографии это висит, соответственно, да. Ничто нигде не отклеилось, ничего. При этом очень хорошо работает. То есть, если вдруг я ставлю, ну, не туда, да. Бывает такой, сидишь там что-то, телек включила, задумалась и не туда поставила, куда нужно будет. Можно легко ее передвинуть, вот эту стразинку, да. И клей при этом, вот эта клевая основа, она не портится и хорошо держит. То есть, вот у меня вообще никаких нареканий нет. Даже с учетом того, что я долго выкладываю, клей не засыхает. То есть, клевая основа не высыхает. Это огромный плюс, я считаю. Вот. В общем, вот такое. Я вначале хотела сделать фотографию двух своих сыночков. Но в итоге решила, что я сделаю вначале младшего сына, потом старшего сына. Потом, не знаю, может быть домашних питомцев, мужа. В общем, мне на самом деле очень нравится. И проводить вот такие зимние вечера. Скоро Новый год, кстати. Вы можете сами, например, сделать, да. Если человек не любит вот такими вещами заниматься, вы можете сами для него сделать, допустим, его фотографию. Или фотографию, ну, любую, какой вам нравится, да. И подарить. Мне кажется, это отличный подарок. Вот для меня лично, если бы мне кто-то вот такой подарил, я бы вообще была, наверное, в полнейшем восторге. Мне немножко, видите, смотрите, ну, прелесть же. Мне очень нравится, девочки. Вообще. Я в прошлом году. И сидишь. Я вот вечером занимаюсь. Объясню, почему долго, да. Потому что я сажусь только вечером. Где-то после восьми часов. А в девять у меня уже дети ложатся спать. И поэтому все так достаточно долго у меня происходит. Но при этом доставляет мне, на самом деле, удовольствие. Потому что выкладывать несложно. Достаточно просто. Просто такая, знаете, монотонная, кропотливая работа, которая очень хорошо успокаивает. Включили какую-нибудь аудиокнигу, себе чашечку чая, да, и ароматного какого-то. Зажгли свечку, например. И сидите вечером на улице вьюга. А вы сидите и занимаетесь вот таким вот. Собираете вот такую мозаику. Это очень здорово, на самом деле. Я потом обязательно покажу вам результат, который у меня получился. Ну, это будет, как вы понимаете, уже после Нового года. Наверное, к весне. Как раз-таки к огородным делам я и закончу. Вторую такую мозаичку. Тоже куплю для нее рамочку. И повешу. Будет висеть я, младший сынок. А в следующем году сделаю старшего сыночка. Потом мужем. Ну, и так далее, короче. Вот, в общем, вы поняли. На самом деле, очень классная вещь. Я всем советую. Ссылку, конечно же, я вам оставлю под этим видео. Обязательно переходите, смотрите. Вот. У меня тут у Леофона новая история. Не знаю, может, из-за того, что на улице холодно. Смотрите, что он делает. Забирается под покрывало. И живет там. Вот он. Вот он тут. Вот он. Под покрывалом. Слушайте, наверное, на улице холодно, поэтому ему нравится. А так тепло. И в домике. И в домике. Вот такой вот котик. Котик такой. Дурилка. Да, Джусенька? Джусенька идет. Джусенька, что тут происходит? Кто это тут? Кто это тут такой? Джуси, что случилось с ним? Вот дурилка какая он. Да? Да, Джуси. И Джуси тоже дома сидит. На улице холодно, мороз. Все дома сидят. Прямо обалдеть. Обычно она целыми днями на улице. Как дворовая собачка. Что такое? Кто там, Джуси? Кто там такой? Вот так вот, да? А, вот так вот. Смотрите. Ползет, ползет морда. Ползет. Куда ползешь? Вот так вот. В общем, застилай кровать, не застилай кровать, да? Наводи порядок, не наводи порядок. У них вот свой порядок. Не такой, как у меня. Да? Вот там кто-то. Вот там кто-то. Лево, вылезай. Скажи, вылезай оттуда. Да, Джуси? Начну теперь на улице. Холодно, морозно. Теперь они у меня дома дурят. Дома дурят. Порядки маме наводят. Непонятно, чем занимаются. Да, Джуси? Бандиты какие. Бандиты, вот они, вот они. Вот голова. Лево, вылезай. Смотри, что творит бандит. Да, Джуси? Бандит какой. Кто там бандит? Джуси, что происходит? Что случилось, Джуси? Бандиты мои. Еще хочу показать вам свою одну покупку. Помните, я вам показывала, что была в магазине Глобус. Я, кстати, уже там была не один раз. Вот, обещала вам там поснимать. Но в этот раз я была с детьми. Поэтому у меня не получилось. В общем, смотрите, какие я себе ботиночки купила зимние. Я их купила гулять с девчулями. У меня как раз я гуляю в зеленой куртке. У меня такая зеленая длинная куртка, тепленькая. Вот, с собаками. По утрам бывает холодно. И я как раз взяла вот такие. Потому что, ну, гулять с собаками в кожаных ботинках, конечно, можно. Но не нужно. Тем более они то прыгают, то куда-нибудь там надо залезть их, вытащить откуда-нибудь. То еще что-нибудь, знаете. В общем, смотрите. Вот такая вот подошва. Должна быть не скользкая. Такая, ну, по крайней мере, должна быть. Не знаю, как будет по факту. Но написано 40. Ну да, они мне... Ну, я бы не сказала, что это 40-й размер. У меня вообще 39-й. 39-й обычный, 39-й. Но эти немножечко мне свободны. Но чуть-чуть свободны. То есть можно одеть сюда теплый носочек. Вот такие вот внутри. Ну, это все искусственный материал, конечно же. Но прикольные. Смотрите, они такие что-то средние между дутиками и угами. Очень мне понравились. У меня, кстати, куртка такого же цвета, зеленого, болотного. Вот. Так что супер. Мне вообще понравился этот магазин. Слушайте. Ну, я не скажу, что там прям супер-пупер что-то, да. А, кстати, стоили они 1199 рублей. Мне кажется, вообще супер огонь. Он просто, не знаю, очень мне понравился этот магазин. Там, ну, что-то для дома, какие-то мелочи. Там, не знаю, перчатки, варежки, что-то такое. Вот там, я не знаю, обувь погулять с собаками. Хотя там есть и, ну, такая приличная обувь. Правда, не натуральная кожа, конечно же. Все производство Китай. Ну, все же супер. И мне еще понравилось, что здесь, ну, просто вот такая вот штучка. И не написан никакой бренд. Вот, то есть не подделка, ничего такого. Вот, слушайте, ну, классно. Не знаю, как они выдержат, но я думаю, что выдержат. Слякоть дождь. Такие ботики. Супер, мне очень нравятся, девочки. Вообще, если у вас есть такой магазинчик, обязательно туда заглядывайте. Какие-то маечки, футболочки. Я вам своим мальчишкам покупала такие... Ну, они у меня спят в таких трусиках-семейниках. То есть не в пижамах, а в семейниках, да. Вот им там покупала по 100 рублей. Даже меньше 98 или 95 рублей. Что-то такое было. Какие-то носочки, там, рукавички. Я не знаю, футболочки какие-то, домашние одежды, шортики, брюки, джинсы. Ну, то есть там можно найти очень даже неплохое... Неплохие вещи. Мне, по крайней мере, нравится. Я нет-нет, да захаживаю туда. Вот зашла в этот раз, увидела вот такие ботиночки. И прям они мне очень-очень понравились. Такие прикольные, удобные. Они, кстати, широкие. Ну, у меня нога узкая, но мне широко. То есть я еще там даже с теплым носком их одену. Класс. Да? 1199 рублей они стоили. То есть... Ну, мне кажется, дешевле нигде не найдешь. На Ламоде, по крайней мере, таких нет. И на Вальберес я тоже подобные смотрела. Тоже не было. Ну, вот надо будет мне еще резиновые сапоги тоже купить. Как-нибудь найти. Может быть, также в Глобусе. Тоже, ну, чтобы с собаками гулять резиновые сапоги. Вот. Так что вот такая вот у меня обновочка прикольная. Ну, они обычные такие выглядят. Можно здесь подзатянуть, чтобы ничего не болталось. Ну, как валеночки. В общем, супер-класс. Мне очень понравились. Я еще сейчас съездила, сгоняла по-быстрому на Вальберес. Получила свой, ну, тоже заказ. Ну, как всегда у меня там заказы, заказы. В общем, ничего не меняется. Так. Заказала я, во-первых, две собачьи мисочки. Вообще, я думала, они будут побольше. Вот. Но они только для моей Джуси. Вот такие. Вот, смотрите, какие симпатичные. Вот. Вот. Небольшая была скидочка на Черную Пятницу на них. Совсем маленькая. И, кстати, очень плотно. Вот это вынимается. Вот эта штучка. Вот. Очень плотненько сидят. Здесь вот такие штучки, чтобы не скользило. Вот. Две. Я думала, одну из них Бонни. Но. Нет. Будет две Джуси. Бонни. Я тоже. У меня вообще у животных были у всех металлические миски. Минус металлических мисок заключается в том, что они гремят. Особенности, если у вас кафельный пол. Все громыхает. Все гремит. Ну, в общем, пришли вот в таких коробочках. Вот. В общем, ладно. Это будет Джуси. И как раз для влажного корма и для сухого. Боночки что-нибудь другое посмотрю я тогда. Вообще, думала Бонни одну. Но она совсем. У нее вот сюда только язык поместится. И все. Ей совсем мало. В общем, ладно. Так. Для своих мальчишек тоже мисочки. Ой, девочки, смех. Да и только. Смотрите, я заказала вот такие два ланчбокса. У меня были немножко другие ланчбоксы. Просто обычные. А я заказала. Смотрите, какие. Опачки. Здесь ложечка, вилочка. Но ложечка моим не нужна. Вилочка, кстати, может пригодиться. Потом здесь открывается вот так вот одно отделение. Вот. И здесь еще одно. Вот таким образом. И здесь, видите, разделение идет. То есть я, например, вот сюда могу положить какую-то булочку. Сюда можно положить, допустим, фрукты, орешки. Ну и там какие-нибудь печеньки. Да. Такой перекус. Сюда даже бутерброд можно положить. Но бутерброд мои не берут с собой. Ну, хотя, не знаю. Какую-нибудь вкусную булочку положить точно можно. Вот. В общем, два вот таких контейнера. Меня как-то спрашивали показать, как я собираю детям еду. Что именно показать? Что входит в ланчбокс? Или какие у меня ланчбоксы? Вот теперь у меня такие. До этого было, когда они у меня надолго остаются в школе. Я давала два контейнера, как в обычных пластиковых. Теперь у меня будет всегда вот такой один. Супер. Два одинаковых, чтобы не передрались. Девочки черные. Вот с такой этой штукой. Ну, все понятно, да, мальчишка. Смотрите, какую я еще прикольную штукой. Ой, я тут грязь. Ну, показываю, как есть. Смотрите, какую прикольную штуку я заказала. Это вот для тех, кто любит делать слоеные салаты. Скоро уже Новый год. Надо готовиться. Я, кстати, уже посмотрела на Ютубе уже все праздничный декор, меню на Новый год. И все такое уже снимают вовсю. Ну, как бы еще ноябрь только нет. Вот. Я еще пока такое не снимаю. В общем, вот такая раздвижная штучка. Стоила она что-то сто, чем-то рублей. Совсем недорого. Ну, ссылку тоже оставлю. Можно и тортик собрать, да. Она раздвигается, получается, вот таким образом, да. Здесь вот крепится. Ну, наверное, многие из вас знают. Я вот увидела на Вальберес. И здесь еще диаметр можно определенный, да. И вот высота. То есть классная штука, металлическая. Можно и в духовку ставить. То есть выпекать. Вот видите, вот такая. Ну, по крайней мере, так было написано на самом сайте. Ну, на Вальберес было. Вот. То есть сюда что-то залить. Там. И выпекать. Ну, я так поняла. Не знаю. В общем, вот такой. Так. И что у меня еще? Еще заказала вот такой лак. Сейчас я открою, вам покажу. Это гель-лаки. Я пользуюсь гель-лаками. Вот. У меня вот такой маникюр с розовыми, да. Такими вкраплениями розовыми. А здесь то же самое, только вот такие. Вот такие голубые. Сейчас я побольше наберу их. Вот такие, смотрите. Прикольно. То есть в прозрачном вот такие голубые, как бы как типа снежок. Ну, я подумала, ну, как бы и новогодний, а зимний маникюр будет очень классным. В общем, попробую. Такой марки лак я еще не пробовала никогда. Вот. Посмотрим. Так. И еще. Вот такую игрушечку для милого котика. Для милого котика. Смотрите. Ну, это уж баловство, конечно. Это вытернуть надо, да? А как он? Как это? Лягушка, смотрите. Что такое Лео мама тебе дала? Левушка, что мама тебе дала? Ух ты, какая штука. Там еще есть была с птичкой. И, смотрите, ну, он зубы все время берет и таскает. Там еще была с птичкой и с кузнечиком, по-моему. Лег на нее. Смотрите, понравилось. Вот у меня, кстати, Джусина миска. Видите, обычная такая. Поэтому я решила. Решила, да. Смотрите. Слышно, да, как лягушка квакает? Леушка, как тебе игрушечка? Скажи, а мне? Не, а мне мама ничего не купила. Вот такая мама. Вот так вот. Вот так вот. Все. Лео тебе нравится? Смотрите. Нравится. Ну, он любит в игрушки играть. Есть некоторые коты, которые не любят. Этот любит. Класс. Слушайте, надо ему еще с другими этими. Ну, сейчас Джуси у него, правда, отнимет. С другими, как этими, другие пищалки, короче. А здесь у меня еще заказ петчжоу. Сделала заказ с собаком. Та-даму. Столько банок. Я их как-то уже заказывала. Вот этой марки. По-моему, даже показывала. Очень понравилось моим собакам. Действительно, они там, ну, такой, выглядит как натуральный внутри. В общем, я Бонни и Джуси. Как раз мне большие. Я Джуси поменьше даю Бонни, побольше, естественно. Вот. Здесь 400 грамм. 40-60 грамм. Но у меня доедают они сухим кормом. Догоняются, как я называю. Была хорошая скидка на петшопе. Вот на эти. Видите, перепелка с грушей. Лосось с грушей. А что это все с грушей? Лосось с грушей, перепелка с грушей. Вот еще какой-то вкус. Лосось с грушей. В общем, не важно. Вот. Утка с клюквой. Там действительно клюква. Реально там есть клюква. Смотрите, дурилка. Ему понравилось. Надо ему еще таких заказать. А то у меня младший сын говорит, мама, давно ты левушке нашему не покупала никакие игрушки. Ему нужна новенькая какая-нибудь. Да? Вот он. Закажу ему еще. Вот. В общем, ну, корм показала. Просто меня тоже спрашивают, каким кормом кормлю. Вот такие еще банки покупаю. Вот. Ну, а то, что с Вальбрис... Все, сейчас будет драка за эту игрушку. Сейчас будет драка. То, что заказала с Вальбрис, конечно же, ссылки вам оставлю. Ну, все, видите? Лео, не отдавай ей. О, Джуси, скажи, что такое? Я тоже такое хочу, да? Все. 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 Лео, уноси. Уноси от нее. Ажи, кто там квакает? А Джуси, у меня, кстати, ловит этих лягушек. Надо им с птичками, да? Которая как птичка поет. Хорошо, что не громко хоть клакает. Левушка, тебе нравится? Тебе нравится игрушка? Ты сладкий. Ой, все уже вся в слюнях. Слюни попускал. Все. Слюни напускал. Уже все нравится. Ну, пусть играет. Игрой еще, муж, лодки. А Бонна тут, как всегда, пельменем лежит, да? Бонна, как всегда. Вот так вот. Мне ваши игрушки вообще не нужны. Я лежу, отдыхаю. Мне хорошо. Скоро ужинать буду, да? Кстати, напишите, как вы по поводу Черной Пятницы купили что-нибудь интересное или нет? Я каждый год отслеживаю. Кстати, каждую Черную Пятницу я отслеживаю цены. Причем начинаю, ну, что-то выбираю, думаю, что-то купить. Начинаю это делать где-то, ну, заранее, короче. Вот, думаю, что вот это, вот это закажу. И каждый раз разочаровываюсь. Потому что скидка от обычной, ну, 10 рублей. Максимум 100 рублей. То есть, никакой особой выгоды нет. Единственное, что я на фармакосметике заказала себе уход. Там вот скидка была хорошая. Вот. Но он еще не пришел, так что в следующем видео я вам обязательно покажу. Вот. А так, из такого куртку хотела сыну на Ламоде заказать. Поругалась, кстати, с Ламодой. Меня часто обвиняют, что я там хвалю, нахваливаю Ламоду. Значит, я с ней сотрудничаю. Ну, не всегда. В этот раз заказала. Заказала там, хотела, ну, обувь там, в общем, всякое для детей. Вот. И в итоге они мне не привезли. Точнее, они должны были привезти мне в субботу. В субботу никто не отзвонился, не отписался. В воскресенье никто не отзвонился, не отписался. Я позвонила им в воскресенье и сказала, что идите тогда. Далеко надолго. Вот как-то так. Вот. Ну, и там тоже скидок. Они не повышают цену, но я, по крайней мере, на то, что я смотрела на Ламоде, я не заметила, что было повышение цены. Но скидка тоже была небольшая. Буквально там, не знаю, если, допустим, куртка. Вот я сына смотрела, она стоила там, со всеми моими скидками, бонусами, где-то 9 тысяч. Ну, там она стоила 8 900. Ну, как бы вот. И то, которую я так и в итоге не получила. Вот. Потому что были проблемы с доставкой, слишком много заказов. Открали ля-тополя. В общем, все как обычно. Вот. В общем, напишите. Ухватили вы что-нибудь? Ну, консервы для собак, да? Ну, такой по мелочи я все. Ну, и так бывает на консервы скидки. Ну, как-то так. В общем, напишите, удалось ли вам что-нибудь ухватить интересненькое. Вот. Ну, а я на сегодня уже буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Он был полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok